Друзья, всем привет! Вы на канале Юлия Романенко. И сегодня, 4 января, мы опять в рубрике «Избиратели. Современность». И о чем же мы будем говорить? Ну, не о Зеленском, как вы могли подумать, потому что мы о нем последние дни только и говорили. И несчастные парохоботы засрали всю ленту, что уже просто нет сил мучить эти несчастные существа. Поэтому уйдем в сторону, тем более, что информационное паразитирование тоже имеет какие-то свои этические пределы. Поэтому я считаю, что мы до таких пределов дошли и немножко оставим Зеленского и перейдем на другие более интересные темы. Тем более, что тем будет много. Вот с шестого у нас Томас на порядку Денному. И я думаю, что мы несколько дней будем Томас обсасывать. Но вчера Андрей Садовой, мэр Львова, дал очень нам интересную пищу для размышления, которая является знаковой в плане тех тенденций, которые мы сегодня наблюдаем в украинской политике. Итак, о чем идет речь? Речь идет о том, что вчера Садового двинули в президенты Украины. И двинули ярко, не без помощи женщин, в частности, не без помощи жены Андрея Садового, которая задвинула мощный спич о том, как ей во сне пришел Иисус Христос. И, значит, в ходе этого введения сказал, иди и побеждай. Ну и она, в общем-то, все это о шалевшей публике сказала. Публика, в общем, приняла это без энтузиазма. Люди сидели, ну так... Там были молодые люди, которые, в общем-то, скептично это все восприливают. Хотя это и во Львове, где много консервативного электората. Но выглядело это все, знаете, несколько абсурдно для представителей среднего класса, которые в 2400 году голосовали за партию Садового самопомощь. Так вот, если вы забыли, я напомню, что 4 года назад это была либеральная партия среднего класса, которая хорошо взяла в крупных городах, включая Киев, даже в Харькове фракцию сформировали. В Николаеве мэра своего поставили, который, правда, сейчас ушел уже из самопомощи. И Садовому удалось затащить большое количество новых лиц в эту партию, которые, о некоторых я знаю, сами того не ожидали, потому что никто не думал, что будет такой оглушительный успех, когда партия за несколько месяцев лаберет больше 10%. Но прошло 4 года, и вот это все развеялось. Ячейки по регионам, которые по франшизе Садовой передал, они порассыпались, их поперекупали. С Гусовским, например, в Киеве, который был одним из самых таких мощных, мощных организационных игроков самопомощи в регионах, в частности в столице, разосрались по полной программе, разосрались плохо, разосрались с громкими заявлениями. И в результате Садовой лишился самопомощи в Киеве. И с его стороны, на мой взгляд, это было достаточно нерационально и даже, буду говорить больше, не умно. И по факту, дальше мы наблюдали, точнее говоря, не дальше, а это наблюдали на протяжении последних, нескольких двух лет, наблюдали постепенное угасание самопомощи, которая рассыпалась из общенациональной партии и вернулась на уровень местечковой региональной партии Галинского разлива. И что дальше Садовому приходится делать? А дальше приходится играть ровно в те же скрепы, в которые играет Петр Алексеевич. В этом плане они по своей методике похожи. Потому что, когда у тебя ты не можешь продемонстрировать какую-то большую динамику и какой-то большой экономический, допустим, профит для значительных групп населения, короче говоря, все то, что требует большой системной деятельности, то у тебя начинается поиск духовных началов. И эти духовные начала, они почему-то у нас возникают сейчас в форме возврата к религиозности. И мы видим, как Петр Алексеевич с Порубьевым и с прочими товарищами неистово молятся, замаливают грехи и едлают Украину с помощью церковной темы. А Садовой постепенно дрейфовал в том же направлении, только на Неве греко-католической церкви. И мы видели, как у него там был скандал с одной из чиновниц, которую выгнали за якобы там неуважение к всяким религиозным делам. Ира, вот забыл фамилию, очень умная женщина, выгнал ее одного из заместителей Садовой. И вся ставка вот теперь на вот этот консервативный электорат, который, ну, на Галичине, это правда, любит, вот, и он в это верит, это нужно, этому нужно отдать должное. Вот такие идеологические или религиозные темы, в которых Иисус Христос приходит, значит, там, по ночам и дает руководящие указания, что и как делать. Вот, и это трагедия для Садового, потому что на самом деле это агония, поскольку я думаю, что ему очень сложно будет пройти на парламентских выборах в парламент. Мы все понимаем, что ничего ему не светит на президентских, потому что если мы посмотрим социологию рейтинга, которая была сделана накануне Нового года, и было опрошено 40 тысяч респондентов, что само по себе огромная выборка, которая позволяет очень детализировать предпочтения избирателей, вообще настроения людей. Так вот, в этой выборке 40 тысяч очень четко видно, что у Садового, по сути, остался Львов, даже не область, а Львов, и те 10%, которые готовы там, во Львовской области, голосовать за него, что, понятно, совершенно не достаточно для того, чтобы иметь хороший задел и пройти во второй тур. Поэтому Садовой будет использовать тактику спойлера для того, чтобы, подсветившись, показать какой-то результат, а дальше объеделяться там либо с Гриценко, значит, на парламентских выборах, либо с кем-то еще, поскольку очевидно, что сам он не прополозет, и очевидно, что на следующих выборах у нас будет новая либеральная партия, ну, не либеральная, а такая с либеральными ценностями, потому что я не думаю, что в Украине есть смысл четко привязывать себя к либеральной платформе, которая сожрет половину самопомощи, точнее говоря, то, что от нее осталось, и выкинет Садового, вот, из, по крайней мере, из этого сегмента. Поэтому схождение Иисуса с небес, значит, в форме вещего послания жене Садового, это не что иное, как агония, политическая агония самопомощи, ничего более. Когда есть вот те проблемы, которые сказал, то приходится обращаться к религиозным скрепам, к религиозности, к высшим божественным силам, чтобы спасти себя от неминуемого фиаско. И в этом плане и Садовой, и Порошенко, несмотря на всех разногласий, несмотря на то, что Порошенко топил Садового в мусорном кризисе, в этом плане они едины и похожи. Удивляет и ужасает другое. Вот это вот религиозность, которая, квазирелигиозность, я бы даже это часто назвал, которая превращает верующих в того или иного политика в форму секты, которая за ним бегает и которая с яростью набрасывается на оппонентов. Это все признаки сегментации украинского общества, о чем я говорил в одном из роликов перед Новым годом. Постараюсь найти ссылку и дам на этот ролик ссылку. И эта сегментация не следит ничего хорошего, потому что я вспоминаю все время вот эту клигу о гражданской войне в Испании 36-39 годов, в прошлом столетии, где в Кортесах, в парламенте Испании были точно такие настроения, когда никто не хотел друг друга слышать, когда вот эти вот сегменты электората или просто различные социальные группы накидывались друг на друга со стервенением, а закончилось все, ну вы знаете, как все это закончилось для республиканской Испании. Поэтому с одной стороны за этим смешно наблюдать и весело, а с другой стороны, ну как-то чуйка начинает аляром включать. Но я думаю, что мы постараемся этого всего не допустить. Будем работать. Подписывайтесь на мой канал, буду много интересных вещей рассказывать, сейчас вот еще одно расскажу в следующем ролике. И ставьте лайки, рассказывайте своим близким, друзьям, знакомым. Я очень люблю, когда у меня растет подписка, не буду этого скрывать. Подписывайтесь также на мою страничку в фейсбуке, она будет там по ссылкам обозначена. Пока.